Сегодня я вам расскажу с нашим учеником, его зовут Дуди Эллисон, это Бигли, он учится вязать. Я вам расскажу, как я вязала французской вязкой, точнее французской резинкой. Вот, французская резинка с лицевой стороны выглядит вот так, с изнаночной стороны выглядит вот так, как резинка любая, вот она идет здесь. Вот, я вязала с одним промежуточным рядом эту резинку. Сейчас я вам покажу, как я ее вязала, из нее я хочу связать такую вот челму, потом вам покажу, как у меня получится. Вязала я из нитки семеновская пряжа, Арина новая называется, так как нам нужна такая объемная нитка, большая, толстая, акрил нам такой объем создает. Все, сейчас будем учиться вязать французской резинкой вместе со мной. Вот, наш ученик учится вязать, я показываю вам вязку французской резинкой. С лицевой стороны она выглядит вот так, с изнаночной она выглядит вот так. Для того, чтобы вязать этой вязкой, нам нужно с вами набрать количество петель, кратное тре. То есть, вот первая петля. Чтобы вот такой вот ширине, которую я вам показывала, связать изделие, нужно набрать 24 петли. Что мы и делаем. Вот у нас 20 петель, а еще осталось 4 петли. Раз, три, четыре. Ну, набирайте на две спицы, потому что потом вам удобнее будет вязать, когда вы наберете на две спицы. Сосчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четыре петли. Снимаем вторую петлю. Я вяжу на круговых спицах, они у меня номер шесть. Мне, в принципе, нравится такой объемненький узор. Вот, вяжем первый ряд. Этот рисунок у нас будет повторяться на трех петлях. Первый у нас будет кромочный, а потом по три петли. Предпоследний у нас будет для симметрии, последний будет кромочный, то есть будем вязать изнаночный. Будет повторяться первый и второй ряд, первый и второй ряд. То есть на два ряда высоты. Первую петлю снимаем, она у нас кромочная. Вторая петля у нас будет изнаночная. Теперь у нас две петли. Мы начинаем вязать сначала вторую петлю лицевой за заднюю стенку, потом первую петлю лицевой за заднюю стенку. Две петли снимаем. Следующая петля и изнаночная. Две петли. Вторую за заднюю стенку. Первую за заднюю стенку. Снимаем обе петли. Следующая петля и изнаночная. Вторую за заднюю стенку. Первую петлю за заднюю стенку. То есть весь ряд мы в принципе вяжем одинаково. Снимаем обе петли. Изнаночная. Тут надо приноровиться сначала, чтобы... Вторую петлю за заднюю стенку. Первую петлю за заднюю стенку. Снимаем обе петли. Изнаночная. Вторую петлю за заднюю стенку. Первую петлю за заднюю стенку. Снимаем обе петли. Изнаночная. Так мы продолжаем вязать наш весь ряд. В принципе, все у нас вязание одинаковое. Элисан, наш ученик куда-то исчез. Элисан, иди сюда. Иди сюда. Давай на место. Да, молодец. Смотри, как мы тут вяжем. Нет. Нет. Сидеть или лежать давай. Да, молодец. Лежать. Следующая петля. Изнаночная. Теперь вторую петлю за заднюю стенку. Место. Элисан. Первую петлю за заднюю стенку. Сейчас окончание ряда. У вас осталось две петли. И у вас по логике вашего вязания идет изнаночная петля. И заканчиваем мы тоже изнаночной, потому что она у нас будет кромочной. Переворачиваем вязание. Второй ряд. К нам пришла Элисан. Элисан, иди на место. На место. На место. На место. На место. Да. Лежать. Лежать. Молодец. Дай вкусняшку нам. Лежать. Ждать. Ждать. Лежать. Ждать. Лежать. 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 Ждать. Молодец. Ждать. Да. Начинаем вязать. Ждать. Первую петлю мы снимаем. Ждать. Молодец. Вторая петля у нас идет... Нет. Лицевая. Ждать. Теперь у нас идут 2 изнаночные петли. Мы вяжем сначала вторую петлю. Изнаночную. Потом первую петлю. Изнаночную. Вот. Теперь у нас идет лицевая петля. Две петли. Первая петля изнаночной. Вторая петля изнаночной. Снимаем обе петли. Лицевая. Первая петля изнаночной. Вторая петля изнаночной. Снимаем обе петли. Лицевая. Провязываем сначала внутреннюю петлю. Потом наружную петлю. Надо приноровиться придерживать вот эту наружную петлю. Придерживайте ее. Снимаем обе петли. Лицевая. Первая петля. Внутренняя. Наружняя петля. Изнаночная. Снимаем обе петли. Лицевая. Две петли изнаночных. Сначала провязываем внутреннюю петлю. Потом провязываем внешнюю петлю. Видите, я тоже так же. Кособлоко все получается. К этому надо приноровиться. Две петли снимаем. Лицевая петля. Внутренняя петля. Внутренняя петля. Изнаночная. Лицевая петля. Последнюю петлю, она у нас кромочная, провязываем изнаночной. Вот у нас тут уже начал виднеться наш ряд. И вот уже видно наш с вами рисунок. Смотрите, какие у нас красивые шишечки. Давайте провяжем еще один ряд, чтобы вам было виднее. Первую петлю снимаем. Элисон. Элисон. Далее же наешь. Вкусняшка. Молодец. Встать. Встать. Молодец. Так же, как и первая. То есть первую петлю мы снимаем. Вторая петля у нас идет изнаночная. Изнаночная. Теперь две лицевых. Провязываем вторую лицевую за заднюю стенку. Первую лицевую за заднюю стенку. А лежать ждать. Снимаем обе петли. Изнаночная. Вторую петлю за заднюю стенку. Первую петлю за заднюю стенку. Снимаем обе петли. Изнаночная. Вторую петлю. Первую петлю. Видите, как поддеть ее надо. Снимаем обе петли. Наш ученик очень внимательно нас слушает. Вторую петлю за заднюю стенку. Он очень хочет научиться вязать. Точнее, она. Первую петлю за заднюю стенку. Снимаем обе петли. Изнаночная. Это вязание мы будем повторять с первого по второй ряд. Сейчас мы вяжем третий ряд. Он у нас абсолютно такой же, как и первый. Снимаем обе петли. Снимаем обе петли. Изнаночная. Вторая петля за заднюю стенку лицевой. Первая петля за заднюю стенку лицевой. Штат изнаночная. Штат изнаночная. Видите, ученик у нас уже почти засыпает. Такое вязание расслабляющее. Снимаем обе петли. И две последних петли провязываем изнаночными. И вот, посмотрите, наш рисунок. Он уже вырисовывается. Эллисон, мы связали с тобой три ряда. Дай пять. Дай пять. Молодец. Дай вторую пятерочку. Молодец. Мы вам шлем привет. Это вязание с Дуди Эллисон. Окей, Дуди. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем учиться вязать вместе с Дуди Эллисон. Пока-пока. Окей, Дуди. Окей, Дуди. Окей, Дуди. Молодец. Молодец. Дай пять. Да. Да. Молодец. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok